Любители заниматься спортом теперь могут получать налоговый вычет. Таково одно из новшеств наступившего года. Об этом нашему телеканалу рассказали в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Подробности в следующем материале нашего выпуска. Уже больше трех недель, как в России, стартовала декларационная кампания по доходам физлиц, полученном в минувшем году. Декларацию по форме 3 НДФЛ должны подать владельцы ИП, адвокаты, нотариусы, граждане, сдававшие или продавшие недвижимость, а также те, кто получил ценный подарок не от близких родственников и ряд других категорий. Декларацию необходимо подать до 2 мая, либо в налоговую инспекцию, или через личный кабинет. Данные в данном сервисе автоматически подгружаются, и налогоплательщику нужно указать только сам доход. А сама программа посчитает налог и предъявит к уплате. Этот налог, который предъявлен к уплате, необходимо заплатить не позднее 17 июля 2023 года. Что касается налоговых вычетов, то декларации по ним можно подать хоть до конца декабря. При этом тут есть приятная новость для тех, кто занимается спортом. Любители фитнеса могут теперь подать документы на вычет по суммам, уплаченным за себя или за своих детей, при походах в спортзал, начиная с прошлого года. Одним из условий получения такого вычета является то, что организация, которая предоставляет данные услуги в сфере спорта, должны быть в перечне, в специальном перечне, и этот перечень размещен на сайте Министерства спорта России. Среди других новшеств наступившего года – освобождение от НДФЛ процентов по вкладам, полученным в 2021 и 2022 годах. Это одна из мер поддержки, которые власти страны вводят в отношении простых граждан.